Фортепиано в четыре руки Сочинение 56, номера 1, 2, 3 Исполняет румянцева Полина, румянцев Владимир Дольный сюитер Габриэля Фаре Посвящение детству Любите детство Пошлите его игры, его забавы Ему милый инстинкт Кто из вас не сожалел иногда об этом возрасте Когда на тумах вечно смех А на душе всегда мир В этих словах Жан-Жака Руссо Содержится, вероятно, одно из ярких Описаний этой золотой фары Человеческой жизни Многие композиторы обращаются В своем творчестве к теме детства Как к неиссякаемому источнику вдохновения Не составляет из исключения И Габриэля Фаре, посвятившей дочери пелице Эмму Вардак Сюиту из шести пьес, созданную для фрагиана в четыре руки Музыка Габриэля Фаре в еще недавнем прошлом вызывала самые разнообразные оценки Его называли классицистом, академистом, предшественником импрессионизма, элегантным салонным композитором Все это в той или иной мере присутствовало в творчестве Фаре Но, пожалуй, заключается в самом содержании его музыки В присутствиях немагических свойствах, определяемых исследовательским Владимиром Генкеревичем Как уникальное обаяние или нечто невыразимое Это не только французская элегантность и рафинированность За всем этим и открывается древнейший пласт сокроведного языка символов и номеров Как языка тайного знания Может быть, благодаря именно этому магическому качеству, космической сокровенности Музыка Фаре оказалась востребованной в 21 веке Воздействуя особым образом на сердца слушателей и музыкантов Но перейдемся в дольный свете В семье девочку называли Дольной, куколка Отсюда и название музыкального цикла Где, по словам Сергея Сегитова, композитор с зублюбовью и добрая улыбка Воссоздает мир детских забав Этот утраченный и вновь обретенный остров тихий и без искусственной радости Каждая из шести частей сюиты имеет свой неповторимый характер Тонко передающий особенности стиля французского мастера Почерк композитора проступает в мягких мелодических очертаниях колыбельных В изящной изобразительности синкопированного ритмического рисунка ми-а-у В выразительности и прозрачной струящейся гармонии Возвращающей волшебную атмосферу таинственного сада В частях доли и нежности В приемах, напоминающих о балетной музыке в ките-вальсе В яркой жанровой зарисотке, навеянной образами Испании и Адэспании Доли сюита, где кружева мелодии и красочный гармонический колорит Переплетаются и дополняют друг друга Раскрывают красоту совместного музицирования Синхронные движения исполнителей создают цельное музыкальное впечатление Усиливая выразительность сочинения исчередования Интерспективных и созерцательных, радостных и вооруженных тем Оно подобно восхитительной музыкальной жемчужине Отражающей волшебное очарование детства Перед тем, как исполнить первые три части доли сюита Мне хотелось бы прочесть прекрасные стихи Вадима Шефлера, посвященные детству Ничего мы тогда не знали Нас поюгала тишина Мы цветы полевые рвали и давали им имена А когда мы ложились поздно Нам казалось, что лишь для нас Загорались на небе звезды В первый раз и в последний раз Пусть не все нам сразу дается Пусть дорога жизни крута У нас до старости остается первоздатная простота Не в очей и не в нашей власти ощутить порою ее Но в минуты большого счастья обновляется бытие И мы вглядываемся в звезды Точно видим их в первый раз Точно мир лишь сегодня создан И никем не открыт до нас И таким он кажется новым И прекрасным не полетам Что опять, как в детстве Готовы мы дарить имена цветам Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 В это время он работает в самодельном театре, где пишет музыку для театральных постановок, пишет музыку для радиоспектаклей. Композитор активно работает в разных шахтах, симфонии, кандаты, написанные камерные сочинения, ортопеатии, циклы. И, конечно же, он пишет оперу. Опера «Итральские игры», где ярко содержится много песен народного календарного цикла веснушек купальских жатвы. Он писал музыку оригинального характера, яркого образа, но при этом доступную и понятную. А ярко выраженная маклленность в его музыке так органично ввелась в многонациональную дружескую культуре по времени. Итак, Игорь Шамо, румынская, из фортепианного цикла «Песни друзей». Игорь Шамо, румынская, из фортепианного цикла «Песни друзей» «Песни друзей» Игорь Шамо, румынская, из фортепианного цикла «Песни друзей» 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 которая позволила в деталях рубили оригинальных звуковых моментов выявить, во-первых, индивидуальность композитора, а во-вторых, традициональную специфику его стиля. Как писал композитор, я записывала народную музыку из своей страны и по стилю, и по формам образования и осталась немецким романтиком шумановской эпохи. Но одновременно я подчеркнула богатую сокровищу международных песен Родины, и из этого пыталась создать национальное союзство. Шествие из гномов из 5-ти прайд-мерических пес в оригинале называется «Троль-Топ», то есть «Достовно марш-тролли». Это шествие-марш необычно сказочный, в нем скерциозность приобретает стихийно-демонический характер, который отсылает нас к оркестровой фейсии в мещере Горного короля из первой суеты Парьюн. Слышны внезапные и неожиданные акценты, крышки и кужинки, будто тролли при храме, будто даже потанцовывают. Схема пьесы написана в трехчатной ремпризной форме, которая в первой части выражает чудливую марш к дому, в которой двигаются шумные пестрые толпой, прыщами приплясывая на ходу. Для создания характерного образа композитер использует как раз ритма. Тяжелые абортовые сны вычередуются с гомообразным движением с лиц вторыми в правой руке. Постепенно этот шум свист, умолкает, последний гном уходит, и начинается средний раздел пьесы. Здесь характер музыки резко меняется, и перед нами предстают картины норвежской природы. Звучит мягкая, спокойная, выразительная, вокализированная мелодия. Заключительный раздел пьесы является точным повторением первого. Вычитают картины норвежского пейзажа, и перед нами вновь предстают гномы. Надо сказать, что в миниатюре Григо качество формы, немыслимое для настоящего композитора-романтика в полном смысле этого слова, является почти безраздельным господством типичных композиционных структур. Возможно, подчасти это проявление известного академизма, а подчасти следствие григовского миниатюризма, при котором важно не развитие, как таковое, а мысль. Если говорить о творчестве педра Чайковского, то, несомненно, в истории русской музыки оно занимает центральное место. Жанру фортепиано-миниатюры, он отдает больше внимания, нежели композитор, писавший в этом жанре дома его, например, Балакирев, Музырский, Бородин. Миниатюры Чайковского – музыкальное воплощение поэтий быта. В самом широком понимании это слово. То есть повседневно, далеких от каких бы то ни было краевостей. Жизнь, которая, благодаря Александру Сергеевичу Пушкину, стала существеннейшей стороной русской художественной культуры XIX века. 18 пьес «Опус 72» – самый, что на ней, цикл миниатюр. Сочинение, венчающее творчество Чайковского, являющее самым последним сочинением. Опус был закончен в 1893 году, буквально за три месяца до смерти композитора. Опус подводит итог искания композитора в рамках фортепианной миниатюры. Как писал об этом опусе Константин Владимирович Сеткин, «Двердить смен третьего акта – эгохирмонтизм», где в качестве персонажа выступают не герои сказок, а композиторские стили XIX века. Все это были индивидуальные наклонения в пределах стиля Чайковского, но не использование других языков, а определенные при группировке средств его собственного, новое, все более расширяющее возможность выхода вовне. Миниатюра Чайковского – это область эрических отклонений и жизненных наблюдений. Фабулы его творчества можно назвать выражением «Романтизм любит изображать, показывать в виде фантастической игры то, что является его внутренним переживанием, но и одновременно то, что он боится переживать». Для Чайковского характерен интерес к яркой образности и, конечно же, к психологизму программных названий. Пьеса «Четырнадцатизогусы» – эритическая песня памяти Володи Скрифосовского – это квинтэссенция, возвышенная присоединенная печаль, автональность, репе моль-мажор, с характером религиозным, философство христианства. В этом произведении чувствуется от и до. Моменты расставания души с телом, восприняющих небеса, выражения скорби, сожаления о преждевременной трагической гибели юноши. Пьеса написана в безлюбленной, щековском, симфонизированной трехчастной форме, которую раньше композиторы-минютиристы избегали. Реприза в этой форме динамизирована не за счет увеличения регистров и тембров, а за счет уплотнения и добавления фактуры. Первая – декламационно-боразительная плода близка роман с монологом композитором. Тема в середине близка песням колыбельным или баркаролом. Спокойно, поначалу музыка становится все более взволнованной, в середине достигает страстной панетической пульминации и после, постепенно теряя свое эмоциональное напряжение, уходит в некое растворение и начинается реприза. В репризе тема обретается артоподобным массажем в стиле Тайдерга, который приводит к главной пульминации и потом к полному растворению в ходе чередущихся аккордов тонической субдоминации в группу. Таким образом, синхронизация жанра не только помогает раскрытию образного содержания, но и открывает новую главу в историю робития фортепиальной миниатюры. Поэтому многосоставность художественного мира позволяет видеть в Чайковском не только предшественникам романтического взлета русской музыки начала 20-го века, но также и антиромантических тенденций, сменивших этот романтический взлет в начале 20-го века. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Днепрем Патгайз. Современный взгляд на жанр соната партийта. Патгайз. Соната партийта. Повесина. Сочинение 57. Прелюдия. Ария. Рэгтайм. Натюр. Исполняет Нечаева Екатерина. Патгайз. Есть композиторы, обладающие обостренным чувством времени. Для них музыка – искусство временное не только в том привычном смысле, что оно разворачивается во времени. Время для них – важнейший предмет художественного постижения. Категория времени – категория не столько формы, сколько содержания. И характеризуется оно не только количественно, но и качественно. Именно таким композитором является Ефрем Патгайз. Творчество Патгайза отличается значительной открытостью всему современному интенсионному процессу. И это органическое качество – принципиальная установка его искусства. Ефрем Патгайз никогда не отвергает классические формы и незыблемый фундамент прошлых веков. Он мастерски соединяет прошлое и настоящее, формируя, а также иногда предопределяя будущее. Современный взгляд на жанр соната партийки в творчестве композитора проявляется в его использовании интертекстуальности, концепции, предполагающей наличие связи между различными текстами или произведениями искусства. В музыке такие связи могут быть достигнуты путем цитирования или аналогии к другим музыкальным произведениям, жанрам, стилам. В сонате партийки для клавесина Ефрем Патгайз стремился создать взаимодействие с музыкой других композиторов и другой своей музыкой. В произведении присутствуют явные и скрытые ссылки на различные музыкальные источники, которые и формируют пространство интертекстуальности. Например, можно увидеть упоминания о музыке Иодана Себастьяна Баха. Патгайз использует типичные приемы жанра, такие как прелюдия, фуга, ария, сарабанда, жига, что укрепляет его связь с классической музыкой. Соната партийка отмечена характерными для зрелого творчества композитора чертами, такими как яркая характеричность образов тем, динамизм, огромная роль ритмического начала, объединяющая множество интенсионно-тематических элементов. Работа Ефрема Патгайз является интересным исследованием соединения классического и нового. Елена Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, про ваше сочинение соната партийки. Большинство частей соната партийки имеют двойное название. Ну, во-первых, она сама соната партийка, да? Да. И это вопрос, почему? Вот почему соната, а не просто партийка? Да. Вот. Ответ вкроется в ее, так сказать, устройстве драматургическом. Потому что партийка, как известно, это просто набор различных частей. И никак между собой это не связаны были разные части. Ну, вот так далее. А здесь, в этой партийке, несколько частей, новых частей, да? И вот, скажем, в каждой из частей появляется какой-то материал, скажем, начало, прелюдия, да? Вот основная мысль. На самом деле, это, скорее, главная мысль. Вот если сказать, это главная партия соната. Да? И она дальше будет появляться в других частях. И тема там из рептайма, она превращается в тему жизни сарабанды. А в локтюре вообще все темы этого сочинения собираются в самом конце. Да. Ну вот, прелюдия, она по форме телефоническая. И это такая напористая, жесткая инвенция. Инвенция конца 20-го века. И начинается, и заканчивается она. Она должна очень ярко и мощно. Вот. Никакой романтической лирики тут нет. И быть должна. КОНЕЦ 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 Она ближе всего в человек. Да. Человеческий голос, свобода, красота, благородство, импровизиционность. Да? То есть все вот это в ней присутствует. И она написана так, что она ближе всех по строю. Вот барочной музыки. Но при этом гармонические решения, интернационные, все-таки вряд ли можно спутать с музыкой. Нет, 20-го века, я надеюсь. Вот. В отличие от рек тайма. Рек тайм. Я очень хорошо помню, что мне пришла в голову мысль, что именно рек тайм с клавесином как-то у меня. Что никогда вот как-то рек тайм для клавесин никто не видел. Мне показалось, что это очень интересно. Причем интонации, то есть я с одной стороны хотел соединить вот тембр клавесина как бы из того времени, жанр рек тайма. И почему-то я еще думал о Шопене. Да, потому что там интонационно есть, так сказать, аллюзии с Шопеновской, так сказать, аферистической какой-то манерной игрой. Вот, так что не знаю. Ну, может быть, послушаем? Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну и финальная часть «Ноктюрма» — это как послесловие к жизни. Вот если это все, как многие произведения, фактически они, произведения искусства, как правило, связаны с тем, что это модель жизни человека. Рождение, развитие, какие-то события, которые с ним происходят, и завершение, завершение жизни. Такой «Ноктюрма» — это завершение жизни, и где мы слышим, собираются, весь материал, все, что прошло в жизни, как человек в детстве, вспоминается. Вот и здесь также. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Сергей Ракфанина, сочинение 23, номер 3, исполняет и выключает коллегу. Каждый пред Богом нам, жалок нам и убог. Каждой музыке бах, каждому из нас Бог. Ибо вечность бога, бредность удел быков, Бога восстанет нам сумерками богов. И надо небом рискнуть, и может быть не попад. Еще нас не раз распнут, и скажут потом распад. И мы забоем от раны, потом залкаем дорогу. У каждого свой храм, и каждому свой гроб. Юрост твой, воруй, молись, будь одинок, как перст, словно быка хвыз, вечно бога крест. Прозвучало стихотворение Иосифа Бросского, цитата из которого послужила названием моего сегодняшнего выступления. История музыки знает немало композиторов, которые были глубоко верующими людьми и приносили свое творчество религиозным подтекстом. Прежде всего, это, конечно же, иоганн Себастьян Бах, чья музыка насквозь пропитана религиозными сюжетами. Начиная с хоралов и хорошо комперированного клавира, где каждый цикл представляет некий отрывок из Иванови, и заканчивая большой мессией с Емной и Страстями. Хорошо комперированный клавир Бах писал, желая внедрить в художественную практику умение пользоваться всеми финальностями, о чем сам объявил в следующих выражениях. Хорошо комперированный клавир или прелюди и фуги, расположенные по всем тонам и полутонам, использующие как терции мажорные, так и минорные, написаны для пользы и употребления сжатого учения музыки молодежи, особенно же для препровождения времени тех, кто уже искусен в этой области. Бах активно использовал в своих произведениях музыкальную символику, цитировал мелодии протестантских хоралов, применял музыкально-ритерические фигуры. Кроме того, можно провести ассоциации с хоровыми произведениями композитора. Многие исследователи творчества Баха отмечали, что в ХТК имеется скрытая программа, а содержание цикла напрямую связывались с библейскими темами, Ветхим и Новым Заветом. Каждый изменит цикл, представляя собой определенный библейский образ. Например, прелюдия и фуга до-мажор из первого тома связаны с образом Благовещения. Тема фуги основана в хорале «Что Господь делает, то во благо». «Тайная вечера» показана в прелюдии и фуги хадия с минорами второго тома. Тема фуги содержит в себе мотивы хорала «О Боже, благостный Боже». Прелюдия и фуга в книге минор из первого тома, которая ассоциируется с образом снятия с креста, представляет собой невероятный лирический образ. Подобными скорбанными красками отмечены и другие циклы. Сегодня прозвучит додиас-минорный цикл из первого тома, который по характеру является наиболее близким к баховским страстям и миссиям. Ассоциативный образ данного цикла – моление о чашах, молитва к Христа в Есиманскому саду в ночь перед пленением. Прелюдия представляет собой скорбанная ореоза. В бузоне так характеризуют прелюзию. В благородной меланхолии этих слухов слышится приглушенное, без кое-где громчат прорывающиеся страдания в духе страстей. В основе фуги лежат три темы. Первая тема – один из важнейших у баха символов – символ креста – распятие. Как символ страсти и мотив креста звучит во многих произведениях баха, в том числе о страстях по Матфею и вместе с Семеной. Вторая тема – чаши страдания. На картинах старых мастеров, посвященных молению Есиманскому саду, нередко в правом верхнем углу изображалась золотая мерцающая чаша, как и упорящая в воздухе. Вторая фигура цирклацию или вращение передает образ летающей чаши страдания. Третья тема – символ предопределения, да свершится воля твоя. Этот символ содержится во многих хорабах. В него приходятся ключевые слова текста, выражающие принятие воли Господней. Три темы последовательно раскрывают содержание фуги. Ожидание крестной муки, моление о чаши, неизбежность передущих страданий. Главный этический смысл моления о чаши заключается в принятии предготованного жрелья, смирении перед волей Бога. Второе произведение, которое сегодня прозвучит – «Прелюдия Ременок» в оп. 23 Сергея Васильевича Рахманова. Русского композитора, который так же, как и Баб, был тесно связан с религией, что отражалось в его творчестве. Им были созданы такие произведения, как духовный концерт, концерт молитвы к неусыпающему королевцу, и другие святого Иоанна Злоковуста, и знаменитое всеночное обдение. В своей фортепианной музыке Рахманов поплачал более широкий спектр образов, от возвышенных и романтических, до мрачных и злых. Эти зловещие образы можно представить во многих произведениях, например, в этюдах картинок для минор и до детского минор, в вариациях на тему Карелли, в прелюдиях соль минор и реминор. Африческая ремарка реминорной прелюдии, которая будет действительно неисполнена, в темпе миноэта отсылает нас к оборочной эпохе, влияние которой выражается в поликлонизации фактуры, ритмических фигурах, штрихах. Интересно отметить, что и в фуге Баха, и в прелюдии Рахманинова присутствует один и тот же мотив. У Рахманинова он звучит в ходе прелюдии, фуге Баха – это вторая тема. Данный мотив представляет музыкально-риторическую фигуру циркулацию, что в переводе с латинского означает «вращение» и является символом Вечности. Иоганн Себастьян Баха – в прелюдии фуга до дьезвеном, Сергей Васильевич Рахманинова – в прелюдии времена. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Франц Шуберт запомнился слушателем как музыкальный поэт и певец. Он был гениальным мелодистом. Каждое его произведение, несмотря порой на протяженность, увлекает своей пронзающей душу мелодией. И это касается не только знаменитых песен Шуберта. Инструментальное его произведение также вокально по своей природе. Шуберт великолепно владел музыкальным языком и мог выразить в звуках все человеческие чувства. Произведение Шуберта, которое я сегодня исполню, относится к последнему периоду его жизни, поэтому я хочу рассказать про него подробнее. Шуберт вступил в последние годы в своей жизни, охваченный отчаянием от несбыточных юношеских мечт. К сожалению, композитору неоднократно отказывали, в просьбу получить место капельмейстера. Но, однако, несмотря на невзгоды, этот период можно считать расцветом его творчества. Многие его произведения в тех лет трагичны, как будто бы они предвосхищают судьбу композитора. Ярким примером тому может послужить знаменитый вокальный цикл «Зимний путь». Но есть и произведения, пронизанные теплом и светом. Одна за другой появляется также и фрикопианная пьеса. Шуберт очень часто импровизировал за роялью и, бывало, даже забывал свои же произведения. Известен такой случай. Шуберт как-то услышал песню и произнес. «Какая прелесть! Кто же автор этой музыки?» Оказалось, что Шуберт сочинил эту пьесу сам, но забыл про это. Знаменитое творение композитора, созданное в последний год его жизни, это восемь экспромтов и шесть музыкальных моментов. Подробнее я расскажу про экспромт, который я буду сегодня исполнять, из описа 90. Экспромты — это импровизационная форма. Можно сказать, что это импровизация, доведенная композитором до совершенства. Истоки жанра уходят в глубокое прошлое, когда музыканты поступали еще в предпроизводительной подготовке. И у композиторов в романтиках этот жанр приобретает особую ящность и глубину выражения. Композиторы высказывали в экспромтах все свои чувства, все свои переживания. Но исполнители до сих пор могут найти еще что-то свое и что-то уникальное в экспромтах и превращают их в свою уникальную интерпретацию. Лирический экспромт «Соль де моль мажор» — это молитвенное содержание. Я даже считаю, что его прообраз сходен с пресарь Ава Мария. Его интонации похожи на вокальную пьесу как собственно по интонации, так и по типу логики развития мелодии. Мелодия развертывается, перекликается с линии баса, как будто бы образует динамичное полное напряжение форму. Иногда в музыке слышны драматические интонации, я бы даже сказала в чем-то сходное с Бетховеном, с «Лунной сонатой». И это неудивительно, ведь Бетховен был кумбером Шуберта. И экспромт «Ля вермоль мажор» — оп. 90-й номер 4 — это переливы света и тени, мажора и минора. Музыка то погружает в радость, то в щемяющую грусть. И внезапно из глубины появляется мелодия, она становится все тверже, как будто бы утверждает солнечный мажор. Средний раздел — контрастен, в драматическом доде от миноре. Ему мелодия взломованная, лирическая, дипломационная, и в каких-то моментах она напоминает драматические песни Шуберта, такие как «Лесной царь» или «Приют». И на кульминации интонации становятся более острыми, как будто бы Шуберт вкладывает в них глубокое эмоциональное высказывание. Многие композиторы любили Шуберта за его молодежность, за его искренность и чувственность музыки. Например, Петр Ильич Чайковский говорил про него, что за неисчерпаемое богатство мелодического изобретения было в этом безвременно окончившем свою карьеру композиторе, какая роскошь фантазии и резко очерченная самобытность. Хотела бы добавить, что я также впечатлена творчеством Шуберта, и, слушая и понимая его музыку, я написала два стихотворения, которые тоже вам хочу представить. Взошла луна до полотня небесной, и тихий зов ее я слышу снова. Мой мир засетил в мечтании и чудесном, поет душа, но не сказать ни слова. Накроет небо черной шалью туча, и мигом принесется вихрь сомнений сквозь сердце, мне напоминая бурю, недавно прожитых пустых волнений. Беспотным страхом больше не внимая, я тихой мудрости ловлю звучание, и больше нить души не потеряю, окутана она в углу и сияния. И второе. Жизнь, словно солнце, сверкает и светится, кружит на месте, уносится вдаль. В сердце то песня веселая вертится, то накрывает внезапно печаль. Вечно блестающий, целемедвижимый, разум порой уплывет в темноту, крик из души раздается неслышимый, ловит крылатую мысль на лету. Новая мысль, словно искра мгновения, души творца вдохновением зажжет. Тут же продолжится жизнь и цветение чувств удивительных кругов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 в произведении Энварда Гритта. Соната эта была написана в 1865 году 22-летним композитором раннего периода общества. Так же, как скрипичная соната «Опус-8» и «Увертюра осенью» «Опус-11», эта соната создавалась в период существования общества Эферта. Общество, сформированное самим Бригом и его другом композитором Нутерком, с целью для общить широкую публику к произведению композитором Новато. Музыковик Асафи писал о музыке Брига, что ей свойственны картины и чрезвычайно образов, которые не столько развиваются, сколько контрастно сопоставляются. Действительно, в первой части героика сменяется меланголией идиллия бурным подрывом. Вторая часть – это певучий ногтём с внезапно возникающими на родных называемыми оборотами. В характере Минуэда написана третья часть, но после его тяжела, и он напоминает рыцарственный марш. Беспокойные и драматические тона преобладают в финале сонаты. А кода – это не просто кода финала, а кода всей сонаты, и напоминает она ликующий гимн. Григ писал музыку очень вдохновенно, обнаружил множество новых интонаций и ритмов, ещё не прозвучавших. Например, в четвёртой части он использует триольно-пунктирный ритм, который является народным норвежским ритмом. Также он использует лидийский лад с четвёртой повышенной ступенью, но не в мажоре, как мы привыкли, а в миноре. Это тоже характерно для норвежской народной музыки. Сонатность Грига несколько иная, чем, например, у Бетховена, которому были свойственны драматические контрасты. Григ не был симфонистом и драматургом, ему не были свойственны драматические контрасты и ведение диалогов. Его сонатность больше напоминает песенную сонатность Шуберта, с его картинным чередованием песенных мелодических эпизодов. Также Грига использует монограмму. Это последовательность музыкальных нот, которые несут в себе скрытый смысл. Например, в первой части это последовательность звуков миссии соль, которая означает инициалы композитора. Существует много трактовок этой сонаты. Среди исполнителей Глен Буль, Верхард Копец, Михаил Плеплёв, Денис Мацуев. Сохранились также фрагментарные записи сонаты в авторском исполнении. Например, на ренал Грик исполняет очень торжественно, подчеркивает левую руку в стремительном темпе, а хода звучит очень грандиозно. Каждый исполнитель в этом картинном чередовании образов находит близкие для себя темы и чувства и по-своему продуктует данную сонату. Поэтому эта соната очень популярна среди исполнителей, особенно первая часть соната. В прошлом году, в 2023-м, мы отметили юбилей 180 лет со дня рождения Эдварда Грибера. Вашему вниманию соната «Мимидор» в четырех частях. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Играет музыка 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 Играет музыка